на территории двора есть погибший абрикос его конечно же по хорошему давно бы пора спилить но дело в том что на нем прекрасно себя чувствуют голуби оно расположено недалеко от голубятни они с удовольствием здесь проводят время в посиделках да в голубиных беседах плюс ко всему этим деревом еще так сказать с удовольствием пользуется кот ежик он незрячий как вы помните я не рассказывал уже неоднократно но вот такие вот физические нагрузки он с удовольствием выполнять именно на этом дереве здесь нет листвы здесь хорошо прощупываются все ветки и он с удовольствием каждое утро выбегает сюда с разбегу забирается на ствол и достаточно уверенно проходит по всем веткам и вот честно сказать даже по вот этим двум причинам это дерево мне не хочется пока что убирать то есть это некий тренажер для животных ну пусть пока остается главное что ежик доволен счастлив и тренируется за ним здорово наблюдать в эти моменты потому что он действительно чувствует себя абсолютно счастливым и абсолютно физически полноценным да я думаю что он даже не догадывается о том что у него такая беда с глазками ежик всегда с дерева опускается с комментариями с осторожностью но он знает что опускаться нужно попкой вниз вот на каком-то моменте он на ветках всегда переворачивается и делает шаги назад абсолютно грамотно абсолютно безопасно для себя ему конечно же страшно волнительно но он это делает потому что он привык уже к этим действием но в конце концов это же код этого-то никто не отменял спускайся мой хороший спускайся давай 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 зайка иди ко мне мой хороший иди сюда иди давай мой хороший я постукиваю потому чтобы он понимал направление иди мой хороший иди ко мне иди спускайся спускайся еще сейчас друзья его сниму чтобы он не залез выше хотя он знает иди ко мне иди мой хороший сейчас сниму тебя сейчас мой золотой тоже благополучно с помощью моего плеча был опущен на землю и сейчас идет путешествовать уже по траве точно так же рядом получает большое удовольствие от солнышка и от жизни второй котик кузя ну и пейте конечно же который все это дело контролирует до директор двора петр петрович дневная температура уже выше 35 градусов в тени кошки просто плавятся на солнце и ищут любой более-менее теневой кусочек двора петя кстати прячется в тени за домом сейчас я покажу на данный момент здесь сейчас присутствует только пятеро кошек остальные разбрелись по двору кто под деревьями кто под беседкой кто-то пошел ближе к лесу отдыхать все спасаются от жары старшим кошкам особенно тяжко в этот период друзья вот прибежал распорядитель петр мы про тебя заговорили петя пойдем посмотрим где ты прячешься от жары петя от жары прячется под вишней сейчас я покажу это место касси получила немножечко в нос от петра но это нормально она не обижается на него так как он ее просто пугает петь петь пойдем но мы же с тобой собрались идти к тебе петюша пойдем покажем твой уголочек теневой нет еще не пойдем петя нашел какую-то зеленую травку которая его очень заинтересовала петь пойдем петюша петр петя ты обещал пойдем показывать пойдем надо свои обещания исполнять пойдем петр петя петя иди сюда скорее петр пошел в обход в этой части два раза дома растет вот такая вот не очень высокая молодая вишня сейчас на ней уже много спелых плодов очень вкусных сладких мы спите иногда ими лакомимся петя очень любит находиться именно здесь потому что здесь тенечек здесь никогда практически не бывает ветра даже в ветреную погоду тихо спокойно защищенно травы мало здесь есть где поговорятся в земле то что петр обожает и что важно для меня вот это вот окно и так но из кухни в эту часть двора то есть петя всегда под присмотром и всегда когда я его позову окно практически всегда открыто в режиме проветривания петя разворачивается и просто пулей оббегает дом и забегает в дверь на петюша скажи я же знаю что я петя и правда когда его позовешь друзья по имени петя петя он несется несется со всех ножек петя ты вишню будешь попробуй петюш иди сюда иди на попробуй кась ну ты это точно не ешь нужен петь пробуй все что связано с едой то что предлагаю пете обязательно сначала сначала пытаются попробовать кошки но к счастью вкусы у них абсолютно разные петь попробуй будешь нет иногда кстати сладкие ягоды он ест чуть-чуть винограда может поесть чуть чуть шелковицы вишню даем даю ему первый раз и пока даже не знаю будет она и опробовать или нет ну он как обычно очень долго на нее посмотрел потому что не знает вообще пока что что это петь попробуй но если вдруг он и распробует то обязательно будет кушать петель будешь скажи петь они известные штуки я не пробую ладно предложим ее в другой раз потому что может быть он ее и будет есть когда-то на пробу она нет будешь ты же попробовал уже кусочек сок вишни ему попал в рот и пока он не понимает что это такое будешь нет или ты пока еще не понимаешь вкусно тебе или нет пятюнька ну давай нет он не знакомый ему вкусно даже пока не может понять вкусно ли не вкусно ладно не буду петь ты так долго думаешь что петь кажется вкусно сейчас тебе дам еще одну ягоду попробую а это самый главный собиратель вишни кот григорий его самое любимое место это вот эти ветки он обожает здесь сидеть целыми днями да да именно целыми днями он может на этих ветках расположиться как пантера и даже спать пару-тройку часов совершенно не падая я за этим наблюдаю из кухонного окна и у других кошек такой привычки нету это только только гриша на место и я сюда он никого не пускает то есть внизу гуляет пётр а верхнюю позицию занимает григорий вот его обычное положение туловище на этих ветках ну разве это не пантера самое настоящее это какой-то древесный код он проводит здесь на этом дереве по несколько часов в день каждая ветка служит для него игрушкой какой-то забавой как я уже сказал он играет часто со своим хвостом закручиваясь вокруг ветки как бублик никогда не скучает всегда находится в движении изредка отдыхает настоящий тростниковый код какой-то не у голове хочется всегда тысячи историй вот и сейчас он о чем-то фантазирует мои руки в вишневом соке друзья поэтому пальцы такого цвета во дворе сейчас наступила фруктово-ягодное время очень вкусное вкусное не только для людей но и для животных для птиц для жуков петр с удовольствием по утрам обожает полакомиться плодами вот этой вот шелковицы здесь растут два таких дерева и самые спелые плоды конечно же падают на землю этими плодами лакомиться не только петенька но также жуки улитки вечером приходят ежи на дереве остается очень много лакомых сладких плодов которые с удовольствием достаются мне вот это петя сорвал ягоды непосредственно с дерева на петь держи мой дорогой голуби тебя опять удивили моя умничка вкусные ягодки любит сладенькие покушать на мой хороший наешь все наелся вкусные ягоды до петня ветки обеих шелковиц достают до земли я специальных не обрезала и не обрезаю обрезать не буду потому что и в нижних частях веток много ягод а петр утром очень любит собирать эти ягоды не только земли но также ему интересно срывать их с веток и поэтому то что повыше это достается мне я же повыше по росту а то что пониже это достается петь и ну привет петь добрый вечер тебе здесь а я те ничего не принесла пойду-ка я петь схожу с угощением для тебя а то ягод ты поел озерные водички я течет не вынесла подождешь сейчас принесу заодно и себе тоже чашечку чая налью до пятенька будем с тобой здесь как два друга сидеть и болтать и чаю ничить петюня иди заходи тебе принесла кушать иди сюда петь на смотри иди сюда петь иди сюда твой ужин на столе петь петь уж иди вот твой вечерний ресторанный ужин который ты заказываешь каждый день петр сейчас вкусно поужинает пойдет домой ложится в свою мягкую постельку до утра будет спать посвистывать и встанет раньше всех в начале пятого утра и разбудит естественно весь дом своим приветственным кукаряку после вкусной еды обязательно нужно запить чистой водичкой нет все же нужно еще поклевать зерен подумал петя петенька приятного тебе аппетита нагулял хороший аппетит сегодня давно не пил и выпил достаточно много водички все петь идем домой спать спускайся дорогой спускайся все дорога домой дорога в кроватку петь доброй ночи тебе и всем Продолжение следует...